Библейский портал экзегет.ру представляет Для библейского портала экзегет сейчас мы начнем с вами читать послание Павла к Ефесиным. Наверное, самое сложное послание во всем Новом Завете. Не самое большое, может быть, не самое даже богословски насыщенное. Римлянам или евреям будет понасыщеннее. Но сложное, очень сложное. Когда и как оно написано? Ну, традиционно считается, что Павел писал его из заключения в Риме. Хотя здесь есть некоторые сомнения, но это не очень нам сейчас важно. Писал он его в Ефес. Ефес – это город в Малой Азии, сегодняшняя Турция на западе этой страны. Город расположен, до сих пор носит такое название. И в Ефесе довольно большая христианская община. Ну, вообще, Ефес – большой город. И, в общем-то, центр крупный, культурный, политический, экономический и так далее. Поэтому, наверняка, это послание прочитают остальные жители окрестных городов, христиане, конечно. Но, что удивительно, в этом послании про Ефесскую общину вообще ничего не сказано. Упомянута она в самом начале буквально как адресат, и всё. Это уникальная ситуация, потому что везде, где Павел пишет общине, он говорит о своих отношениях с этой общиной. И Ефеси и у него были знакомы. Но такое ощущение, что это всё-таки больше богословский трактат, который, конечно, мог быть написан специально для Ефесин, но не для них одних точно. Потому что от них явно это послание должно было разойтись дальше. И поэтому Павел, в отличие от остальных посланий, обращённых к общинам, всех практически, ничего не говорит о конкретной ситуации в этой общине, не отвечает на какие-то вызовы, вопросы. Он излагает основы веры в первых трёх главах и поведение в следующих трёх. Такой краткий трактат богословский. Что значит, во что верят христиане и что значит быть христианином на практике. Павел, по воле Божьей апостол Иисуса Христа, святым, которые живут в Эфесе и верны Христу Иисусу. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Ну вот, кратко, как в начале любого подобного послания, обращение. Кто пишет, кому пишет. И краткое приветствие. Благодать и мир. Мы уже это встречали, конечно, в других посланиях. Благодать, по-гречески харис, похоже на слово хайра, и от того же корня приветствие, стандартное греческое, радуйтесь. И мир, по-еврейски шалом, приветствие, которое и до сих пор у евреев часто звучит. Соответственно, такое двойное еврейско-греческое приветствие. Вот на греческом языке текст написан. И еврейское такое вот, у него есть подоснова Ветхий Завет, конечно, и это все звучит вместе. Но он не ограничивается краткой формулировкой. Он дальше такое длинное словословие приводит. Наверное, прочитают целиком, потому что разрывать его трудно, а потом отдельные его моменты посмотрим. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Он благословил нас всяким благословением небесного мира во Христе, ведь в нем Он избрал нас прежде сотворения мира, чтобы мы были пред Ним святыми и непорочными, живя в любви. Бог предопределил, что усыновит нас для Себя через Иисуса Христа по собственной благой воле, а мы восхвалим славную Его благодать, которой Он наделил нас в возлюбленном Своем Сыне. Его кровь даровала нам искупление, отпущение грехов по изобильной Его благодати, которую Он щедро наделил нас со всякой мудростью и разумением. Бог открыл нам таинственный свой замысел по Своей благой воле, которую Он изначально сокрыл во Христе, а когда осуществилась назначенная им полнота времен, поставил Христа во главе всего, в нем теперь и небесное, и земное. Вот это формально формула такого благословения, но и в нем все же содержится очень глубокое богословское такое изложение основных положений веры. Я очень кратко их назову, что это исполнение изначального Божьего замысла, которое сотворение мира у него был, и состоял в том, что через Христа Бог избирает верных к себе людей, привлекает их к себе, наделяет их благодатью, то есть даром не вынужденным, не в качестве платы за что-то, а просто по своей доброте, и наделяет этим даром, что приводит уже к каким-то иным качествам для этих людей, мудрость, разумение и так далее. А главное, открывает этот замысел. И все это происходит во Христе. Когда исполняется полнота времен, да, то есть когда подходит назначенное время, и с этого момента Христос становится главой и небесного, и земного. В общем-то, этого достаточно для того, чтобы описать веру апостола Павла. Можно дальше давать примечание. Но он бы мог на этом завершить, на самом деле, но отсюда все-таки вытекает много практических выводов, и он уже начинает к ним подводить буквально после этого абзаца. В нем, то есть во Христе. И мы получили наследие, предназначенное по Божьему определению. Наследие его постоянный образ, он постоянно о нем говорил в послании к Галатам, то есть Аврааму было дано обещание, и потом его потомки получают это как свое наследство. Предназначенное по Божьему определению, да, с самого начала. Он все совершает по собственному замыслу, и он пожелал, чтобы мы восхваляли его славу, возложив свою надежду на Христа. То есть движение с двух сторон – благодать от Бога и хвала и благодарность от людей. В нем и вы услышали слово истины. «Евангелие вашего спасения уверовали в Него, и были, как обещано, отмечены печать у Святого Духа. Он есть залог нашего будущего наследия. Божий удел получит искупление, чтобы восхвалять его славу». Ну, обратим внимание на две вещи. «Вы – мы». Он говорит «и вы», обращаясь к эфесской общине, то есть вот эфеси, которые не израильтяне, которые изначально язычники, они тоже причастны всему этому. Ну, и мы все получаем это самое наследие. Причем сейчас мы получили лишь залог, дух как залог. То, что при сделке платится сначала, это еще не полная цена, даже небольшая, можем сказать, часть этой цены, но как гарантия того, что вся цена будет уплачена. И, соответственно, Бог дает этого, этот залог дает духа как признак того, что дальше мы будем окончательно его уделом, окончательно состоится искупление, которое сейчас лишь начато, которое произошло, скорее, потенциально во Христе, но которое полностью раскроется в некой будущей реальности. И я, вот теперь о себе, услышав о вашей вере в Господа Иисуса и любви ко всем святым, он постоянно в этом послании, не только, но здесь просто с особой чистотой, все христиан называются святыми, в силу их отделенности, принадлежности к этому Божьему народу, непрестанно благодарю за вас Бога, поминая вас в своих молитвах. Вот, в общем-то, все, что он говорит эфесиным, как-то очень так расплывчато, и можно это любым, наверное, сказать христианам. «Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, да даст вам дух мудрости и откровения на пути богопознания, пусть просветит очи вашего сердца, чтобы вы увидели надежду, к которой Он призывает вас. Как богато слава и наследие, которое Он назначил святым, как безмерно велика Его мощь, действующая, с могучей Его силой в вас, верующих». Вот такое словословие, которое показывает, как Он даже уже на уровне эмоций, что ли, хочет их подвести к принятию этой вести. Такое очень гладкое, законченное послание, в отличие, скажем, от полемического, резкого, угловатого послания к Галатам. «Он проявил эту силу о Боге, воскресив из мертвых Христа и посадив Его в небесном мире, одеснуя себя, превыше всякого начала, власти, силы господства и вообще всякого имени, которое именуется в этом веке, равное и в будущем». Ну, здесь Он говорит о превосходстве Христа над любым государством, над любой политической системой, над вообще любой какой-то человеческой структурой, что, наверное, было актуально и для Ефесина, и всегда остается актуальным слишком часто. Христианство хотят сделать подпоркой для какой-то земной структуры. «Он все положил Ему под ноги, а Его поставил превыше всего главой церкви, которая есть Его тело, полнота того, кто все наполняет собой». Здесь очень трудно переводить. Я свой перевод читаю с комментариями. Можно перевести как «полнота того, кто все наполняет собой», можно перевести как «воплощение того, кто все исполняет сам». Намеренно, мне кажется, такой двусмысленный язык. Смысл в любом случае в том, что Христос – это полнота, это исполнение пророчеств, которые были даны, это наполнение того, что человеку нужно, это восполнение того, что может не хватать кому-то и как-то. То есть полнота, исполнение, восполнение, и это все в одном таком понятии, это все в каком-то едином комплексе идей. И, по сути, сама эта первая глава, потом будет вторая, которая еще сложнее в этом смысле, и третья, которая продолжит эту тему. Это вот такая идея полноты какого-то очень законченного изложения христианской веры, которую человек принимает и тем самым обретает наследие, тем самым входит в этот круг Божьего народа. И вот теперь, может быть, в заключении Павел, а может быть, как-то иначе это появилось, нашел время для того, чтобы изложить в спокойной обстановке, которая, может, не очень для него и спокойно, основу христианской веры, и пишет послание к Ефесинам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok